Я попал в спортивную журналистику, как мне кажется, многие люди случайно, потому что я долгое время, я даже после того, как закончил институт, я не собирался работать вообще, если бы мне кто-то сказал, что я буду работать в журналистике, я бы не поверил. Я попал сначала в спортс.ру, внештатным удаленным новостником, я интересовался футболом, в какой-то день нашел объявление, что нужны люди, которые знают английский, интересуются спортом и так далее. Думал, это же работа для меня, давайте я буду это делать. Постепенно рос, 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 потом переехал в Москву и работал там редактором. Когда мы решили открываться в Украине, потому что трибуна комната украинская, украинский проект спорт.ру, я как самый украинец поехал развивать, руководить здесь. Примерно так получилось, поэтому, серьезно, лет 10 назад даже не думал, что я здесь окажусь. Нет никакого специального образования, я, честно говоря, считаю, что журналистика, наверное, это та сфера, в которой это меньше всего нужно. Это не то, чтобы совсем не нужно, но польза журфака, хотя я знаю очень талантливых людей, прекрасных журналистов, гораздо более крутых, чем я, которые закончили журфак, но гораздо больше знаю тех, кто его не заканчивал, и польза от него только связи. И если ты не начинаешь работать там с какого-нибудь курса второго, то просто пять лет пропущенных сидя вот так вот. Это не то, что нужно слушать на лекциях, это то, что нужно делать, это ремесло. Витископ. Спортивное видео.